Здравствуйте, уважаемые шашисты! Несколько часов назад на Гамблере завершился лично командный турнир по пятницам. Каждую неделю он проходит. Я поучаствовал в этом турнире, к сожалению, занял очень низкое место, так скажем. Сыграл не в свою силу, поэтому о результате умолчу. Но, тем не менее, конечно, некоторые партии все-таки удались. Например, удалось сыграть ничью с сильными мастерами Мажитом Саршаевым и Денисом Никифоровым. Первое место занял Петр Чернышов, гроссмейстер из Челябинска. Второе место Георгий Таранин, шашист, который сейчас проживает в Санкт-Петербурге, но родом он из Северодвинска. И третье место занял Никита Волков. Раньше Никита проживал в городе Орел, сейчас он переехал, также проживает в городе Санкт-Петербург. Поздравляю победителей! Турнир собрал очень сильный состав. Я думаю, что, в принципе, этот состав не уступает по силе игры чемпионату России. В принципе, уже можно переименовать этот турнир, лично командный турнир на Гамблере по пятницам, уже можно переименовать в турнир звезды Гамблера. Так что, вот мое предложение. И сегодня, друзья, мы начнем рассматривать классные партии, которые удались гроссмейстеру Петру Чернышову. Петр Чернышов действительно подтвердил свое звание гроссмейстер, что в переводе означает «гросс». В переводе с немецкого означает «большой мейстер», это значит «мастер», «большой мастер». Петр не проиграл ни одной партии. Ну и, в принципе, у него по игре, я вот разобрал все его партии, в принципе, у него нигде особо хуже не было. В нескольких партиях могло быть чуть-чуть похуже, но позиции уравнивались. Ни разу Петр Чернышов, так скажем, не получал проигранной позиции. Молодец. Давайте рассмотрим партии. Первая партия – Ренис Сталс против Петра Чернышова. Выпала следующая жеребьевка. Она может, в принципе, и в классических дебютах попасться. ЕД4, ФЖ5, ФЕ3, ЕФ6. Белыми играл Ренис Сталс, литовский Ш6. Белые играют Ж4, связывают сильный левый фланг Черных. Черные создают кулак ударный, то есть грозят где-то в какой-нибудь определенный момент уже развязать свой фланг с помощью разменов. Ну и у белых лучший ход здесь АЖ3. В принципе, в этой позиции за Черных возможны два хороших хода. Это Б5 и БЦ5. БЦ5 – это разменный вариант. Давайте рассмотрим, как могла бы протекать игра. После БЦ5, допустим, видите, Черные грозят поставить тычок в центре, а какие-то простые решения не проходят. Допустим, ЖФ4 уже плохо из-за вот такого размена. Ну и как бы белые не били, позиция у них будет намного хуже. Например, так, 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 так. Ну и фланг белых, видите, подвержен атаке. То есть Черные здесь форсированно атакуют. Неприятная позиция у белых. Если в этой позиции, допустим, как-то ЦБ4 играть, ну и Черные просто размениваются вот таким образом. Ну и опять позиция получается с преимуществом у Черных. Поэтому опять же так играть за белых не хочется. Ну, по сути, остается единственный ход. ЦД4, но после него Черные не испытывают проблем. Черные играют ЖФ4. Надо бить в эту сторону. Побили, 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 побили. Ну и лучше всего белым в этой позиции разменяться вот таким образом. Сейчас, видите, белые грозят занять важное поле. Ц5 и позиция Черных будет бесхвостой, неприятной. Поэтому Черным лучше всего в этой позиции сыграть ЕД6. Ну и после ЕД6 уже белым, наверное, лучше всего разменяться вот таким образом. Ну и позиция уравнивается. В принципе, борьба заканчивается так и не начавшись. Петр Чернышов, зная эти варианты, естественно, уходит более такое серьезное продолжение. Сложное. Играет БА5. Ну и здесь белым надо играть ЖФ4. И у Черных есть два продолжения. АБ6. Такое несколько ловушечное продолжение за Черных, как сыграл Петр. Но можно было сыграть и ЦБ6. После ЦБ6 белым надо играть ЖФ2. Вот ход ЖХ2 уже проигрывает. Мы его рассмотрим несколько позже. А вот ход ЖФ2, я уже разбирал этот дебют. Можете посмотреть ссылочку. Оставлю в верхнем левом углу. Можете посмотреть как раз вот матч между гроссмейстерами Андреем Валюком и Евгением Кондрыченко. Там классный матч был. Я разбирал уже это продолжение. Ну, Петр Чернышов играет АБ6. Ну и в этой позиции Рейни Сталс ошибся. То есть сыграл по аналогии вот с тем дебютом. То есть там играется ЖФ2. А здесь уже ход ЖФ2 плох. Здесь у белых в принципе было два продолжения. Первое продолжение это АБ4. А второе продолжение связано с жертвой. Допустим, белые могли пожертвовать шашку и сыграть АБ4. Теперь уже Черным надо играть аккуратно. Допустим, Черные играют СД6. И белые жертвуют еще и вторую шашку. И нападают сразу же на две. Ну и лучше всего продолжение за Черных вот таким образом разменяться. Белые бьют в центр. Ну и рано или поздно придется шашку отдавать. Потому что, допустим, такие продолжения. БА7, тогда АБ2. Если СД6, тогда СД4. Допустим, если ДЦ7, тогда уже белые ЕД4. С каждым ходом позиция Черных ухудшается. И в конце концов она рано или поздно станет проигранной. Ну и здесь уже очень плохое продолжение. Видите, все равно приходится жертвовать шашку. То есть, чтобы до этого не доводить, лучше пожертвовать шашку Черным раньше. То есть, в этой позиции лучше было, конечно, не играть БА7. Лучше пожертвовать обратно шашку. Ведь она у Черных лишняя. И, допустим, разменяться таким образом. Ну, у белых позиция чуть поприятнее. Но, в принципе, позиция за Черных вполне защитима. Если же белые в этой позиции не жертвовали шашку, можно было еще сыграть АБ4. Теперь уже Черным надо размениваться обязательно. Белые бьют так. Белые бьют в эту сторону. Черные вынуждены бить сюда. И белые играют ЖФ2. Ну, как бы Черные здесь не били, все равно получается вот такой размен. Ну, и здесь, опять же, у белых позиция приятнее, но защититься за Черных вполне можно. То есть, в принципе, Рейнис стал, мог сыграть таким образом и получить инициативную позицию. Но, тем не менее, Рейнис ошибся. То есть, в этой позиции мы рассмотрели, друзья, ход ФЕ5 был у белых, АБ4. Но Рейнис сыграл ЖФ2. Вот этот ход уже проигрывает. Черные играют ДЦ5. Теперь обратите внимание, такого размена уже нет. Допустим, побили сюда, 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 сюда. Черные на любой ход БЦ3 или ДЦ3 грозят подорвать пункт Е3. Ну, естественно, такого хода нет. То есть, как играть? Остается только жертвовать шашку. Ну, Черные бьют назад. И у Черных сохраняется здоровая боевая единица. Черные должны победить. Поэтому Рейнис стал в этой позиции сыграл ФЖ3. И Петр Чернышов сыграл СД6. Черные готовят комбинацию. Белые играют ЕФ2. Последний ход у них остался. И черные проводят красивую комбинацию. АБ4. Отдали три шашки. И БЦ7. Побили, побили. Ну, и как бы тут белые не били, все равно Черные бьют сперва шашку А5, а затем прорываются на поле Ж1. Допустим, сюда, сюда, сюда. И Черные красиво побеждают. Ну, и обратите внимание, даже отойти этой шашкой нельзя, потому что Черные отдадут дамку и еще заберут три шашки белых. Вот так красиво победил Петр Чернышов. А сейчас мы, друзья, с вами рассмотрим проигрывающий ход ЖН2. То есть в этой позиции после СБ6, правильного, не ловушечного, а Б6, у белых единственный ход ЖФ2. А вот ЖН2 проигрывает уже. Почему? Черные играют ДЦ5. Теперь у белых есть, в принципе, два хода. Это ЕФ2 и ФЕ5. Давайте рассмотрим оба хода. Ну, еще АЖ3 есть ход. Давайте тоже рассмотрим. Если АЖ3, то ЕД6. ЕФ2 и ДЦ7. И белые, и черные, видите, зажались, но у черных больше ходов. Поэтому они за счет этого побеждают. Белым теперь надо меняться. Вот таким образом. Жертвуют они шашку. Еще одну жертвуют. И теперь черные проводят комбинацию. СД6, побили, 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 побили. АБ6. За счет роздыха, видите, белые обязаны бить. Черные подтягивают резервы и проводят свой финальный удар на поле Е1. Ну, и обратите внимание, шашка белых, если бы стояла здесь или здесь, белые бы поймали дамку черных. Но вот за счет того, что им мешается своя же шашка, белые проигрывают. То есть, на любой или такой, или такой ход черные подрывают поле С1 и побеждают. То есть, а если отдавать шашку, ну, побили просто сюда, ну, и рано или поздно черные опять же побеждают. То есть, надо, допустим, ходить сюда, тогда нападаем, отошли, отдали дамку, побили на пункт H2 с победой. Давайте рассмотрим теперь ход Fe5. Если Fe5, то черные проводят комбинацию. Играют ЖФ4. Ну, сюда не побьешь, черные останутся с лишней шашкой, приходится бить назад. Ну, и теперь черные проводят стандартный ударчик. Выбивают шашку D4 и забирают три шашки белых. И обратите внимание, у черных 8 шашек, у белых также 8, но следующим ходом черные забирают шашку F6 и легко побеждают. Стался нерассмотренным последний ход ЕФ2. Если ЕФ2, то ЕД6. Ну, размениваться не получится, потому что черные пройдут данки на играть ФЖ3. И черные опять поджимаются, играют ДЦ7. Ну, и тут возможны два варианта за белых. Либо ДЕ5, либо ФЕ5. Если белые играют ФЕ5, то размениваются. И черные также размениваются. Белые играют АЖ3. И черные играют ФЕ5. Теперь в эту сторону бить нельзя. Если белые побьют сюда, черные подрывают пункт С3. Ну, и проводят такую разгромную комбинацию. Один, два. Шашка превращается в дамки. Три, четыре, пять. С обильным урожаем. Если же белые в этой позиции бьют в эту сторону, то черные бьют сюда. Ну, и теперь, как играть белым? Ну, если играть ЖФ4, в расчете на то, что нельзя, видите, таким образом черным победить, потому что еще белые победят. То есть, видите, такая ловушечка. Ловушку построили белые. Естественно, черные в нее не попадаются. Они играют ЖФ6. Ну, и теперь, если белые размениваются, ФЖ5, то мы просто играем ФЕ5. И после хода ЖФ6 проводим комбинацию. Отдаем шашку. Еще две. Подрываем пункт С3. И затем легко выигрываем. То есть, все четыре шашки белых отсечены. Ну, допустим, сюда, 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 сюда. На этом игра заканчивается. Если же в этой позиции белые не меняются в ЖФ5, игра от СД4, то мы проводим тогда такую комбинацию. Надо бить сюда. Выжидаем. Ну, и бьем на поле Е1. Опять же, с выигрышем. То есть, у белых остается единственный ход. Черные размениваются. Ну, и опять эти шашки, видите, отсечены одной дамкой. А эти четыре легко справляются против этих двух. На ход СД4 мы играем ЖФ6. Ну, теперь на ЖФ4 уже рассмотренная комбинация ДЕ5. Поэтому надо играть БЦ3. Черные играют ДЕ5. Белым надо размениваться назад. И черные играют ЕД6. И теперь на ход ФЖ3 следует вот такой ударчик. Белые, допустим, играют на Е5. Тут тоже еще надо аккуратно за черных играть. Черные ставят дамку. Ну, вот такие какие-то ловли дамки. Они не дают ничьей, потому что все равно шашка черных, пусть и отстала на А7, но она играет. Если же белые отходят, тогда черные связывают белых. Ну, шашку все равно придется жертвовать. Бьем тогда на С7. Ну, и видите, белые, допустим, на какой-нибудь такой ход уже грозят, допустим, выиграть вот таким образом. Отдат одну, вторую. Ну, и все, и выигрывают. То есть шашка белых не успевает пройти в дамки. Поэтому, как остается играть, остается играть только сюда, на F6. Ну, сейчас уже ловля дамки не пройдет. Ловля, вернее, шашки, потому что белые поймают дамку черных. Ну, можно просто напасть. Ну, и, допустим, прошу прощения. Так. Ну, да, тут уже легко выиграно окончание, в принципе. Стался последний нерассмотренный ход. Вот в этой позиции вместо хода Fe5 белые еще могли пожертвовать шашку. Вот таким образом. Теперь черные обратно отжертвуют шашку и играют dc5. Грозят отыграть шашку. Белым лучше всего снова пожертвовать шашку. И побить вперед. Ну, и теперь у черных единственный выигрыш. cd4, cd2, cd6. Ну, то есть, такого нападения уже нет. Приходится размениваться. И теперь черные играют bc7. Опять единственный ход. Ну, неважно, белые пойдут d3 или cd4. cd4, без разницы. Черные все равно играют dc5. И на cd4 уже играют hg7. Теперь, если ef2, то черные играют gf6. Ну, и у белых остается единственное продолжение. Вот такой малопривлекательный n-шпиль. Надо ставить дамку на d8. Ну, и в этом n-шпиле черные должны победить. В этом n-шпиле черные очень красиво побеждают. Во-первых, делаем выжидательный ход. У белых единственный ход. Теперь черные играют, ну, допустим, bc5. Ну, такие нападения невозможны. Просто сыграем ab4. И проведем вторую дамку. Легко выиграем этот n-шпиль. Поэтому белым приходится, допустим, на a1 играть. Черные играют тогда cd6. Теперь, видите, эти поля недоступны, потому что ловля будет... Ну, допустим, играют на c3. Теперь черные играют дамкой на f8. Грозят выиграть вот таким образом. Белым надо отходить только сюда. Черные теперь играют сюда. Стался единственный ход сюда. Теперь черные играют сюда. Так, если, допустим... Так, тут даже дамка ловится, видите? Тут, по идее, в приходе белых выиграно еще раз. То есть поставили сюда, мы пошли сюда, сюда, сюда. Ушли, допустим, на c3, тогда сюда. Допустим, на b2, тогда сюда. Ушли сюда, 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 сюда. Ну, и видите, все-таки выигрывается позиция. То есть почему? Если, допустим, как-то играют так, то мы уже, видите, ловим дамку белых. А если белые как-то играют, допустим, ну, на c3 или давайте на c3, то мы сюда заставляем белых покинуть большую дорогу. Ну и просто идем в дамки. То есть стоп. Ну, допустим, таким образом. То есть рано или поздно черные шашки проходят в дамки и побеждают. Это был разбор первой партии победителя турнира на гамблере Петра Чернышева. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. До свидания. Буду продолжать данную работу.